Уважаемые друзья, коллеги, мы начинаем нашу работу в широком составе. Как и договорились, я с вашего позволения начну наше выступление публичное и потом предоставлю слово всем присутствующим. Подведем затем итог нашей дискуссии и к документам перейдем. Только что мы завершили заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, обменялись мнениями по важным аспектам деятельности нашего объединения, наметили стратегические перспективы углубления интеграционного сотрудничества. И теперь, как я уже сказал, продолжим работу с участием делегаций. Мне приятно отметить, что в сегодняшнем заседании в качестве гостя впервые принимает участие президент Азербайджанской республики Ильхам Гидарович Алиев. Хотел бы поприветствовать его и всю азербайджанскую делегацию, присоединившись к нам по видеосвязи главу государства-наблюдателя Евразия, президента Узбекистана Шахата Мироновича Мерзиёева. Вот он на наших экранах. Шахат Миронович, приветствую вас. И президента Таджикистана Имамалия Шариповича Рахмона. Имамали Шарипович, привет. Вы нас видите, слышите. Спасибо, что вы сегодня вместе с нами. Хочу выразить уверенность, что ваши страны будут наращивать продуктивное и многоплановое сотрудничество с «пятёркой». Символично, что наша встреча проходит в канун празднования Дня Евразийского экономического союза 29 мая, учреждённого решением Высшего совета в прошлом году и знаменующего общую приверженность государств Евразии к дальнейшему развитию интеграции. С удовлетворением отмечаю, что сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться. И наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. При этом взаимодействие стран «пятёрки» неизменно выстраивается на принципах взаимной выгоды, учёта интересов друг друга и с ориентиром на обеспечение устойчивого экономического роста и углубления благосостояния жителей всех наших государств. Именно на достижение этих ключевых целей направлены мероприятия, проводимые российским председательством в организациях Евразии в текущем году. При этом мы совместно будем стремиться к тому, чтобы в рамках нашего объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития. За Арменией нам сложно будет угнаться, сегодня мы уже это констатировали, рост ВВП составляет у них 12 с лишним процентов. Это очень высокий такой серьёзный показатель. Надо сделать так, чтобы граждане всех пяти стран, приезжая в другое государство союза, работать, учиться или вести бизнес, чувствовали себя комфортно, как дома. Добиваться этого можно, если поддерживать внутри Союза реальную стопроцентную свободу передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала. Обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ наших государств. Как раз на это ориентированы новые базовые документы стратегического планирования Евразес, которые зададут основные векторы совместных действий на среднюю и долгосрочную перспективу. В горизонте до 2030 и 2045 годов. Работа над этими документами, охватывающими самый широкий спектр отраслей интеграции, уже ведётся. И мы предлагаем её активизировать, чтобы до конца года выйти на видимые, осязаемые результаты. Я рассчитываю на то, что профильные ведомства наших стран будут действовать именно в таком ключе. Что касается конкретных задач дальнейшего взаимодействия в рамках Евразес, то прежде всего хотел бы отметить необходимость развития промышленной кооперации, увеличение количества новых совместных производств под общей торговой маркой, сделанных в Евразес. Важно, чтобы такой новый бренд как можно скорее стал узнаваемым и завоевал популярность потребителей во всех наших странах, а евразийский знак качества на товарах, изготовляемых на территории государств пятёрки, означал соответствие продукции самым высоким стандартам. Разумеется, востребованы слаженные усилия по укреплению технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики, по достижению подлинной технологической самодостаточности. В практическом плане предложил бы согласовать и реализовать единые приоритеты технологической трансформации и инновационного сотрудничества, которые позволяли бы нашим странам не зависеть по критически значимым отраслям от иностранных технологий и компаний. Тем более, если мы встречаем определённые тенденции, связанные к ограничению сотрудничества со стороны других стран в этих отраслях. В этом же контексте можно было бы подумать над созданием евразийских технологических альянсов с подключением заинтересованных партнёров из третьих стран. Целью таких альянсов могла бы стать организация на территории наших государств новых наукоёмких высокотехнологичных производств. На повестке дня и обеспечения цифрового суверенитета Евразия. Напомню, что процесс налаживания партнёрства пятёрки в IT-сфере Россия инициировала ещё в 2017 году. Важно, чтобы государства-члены Союза сформировали единую цифровую экосистему, что подразумевало бы интеграцию национальных систем электронных государственных услуг и электронных правительств каждого из участников пятёрки. Смею вас заверить, что Россия здесь продвинулась достаточно далеко и сделала очень хорошее задел. И, конечно, общие усилия должны быть направлены на упрощение финансового суверенитета Евразия путём обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчётной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка. Тем самым будут созданы благоприятные условия для того, чтобы капиталы оставались в границах наших стран и инвестировались в дальнейшее укрепление экономик государств-членов. В этих целях было бы полезно учредить и Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария для обслуживания растущей экономической активности на территории Евразии. Но здесь нужны, конечно, принципиальные подходы, такие жёсткие критерии и умение подчиняться этим критериям, сделать так, чтобы эта работа была абсолютно объективной. В этом вся её ценность. Если этого не будет, то тогда в этом просто нет смысла. Упомяну я о том, что в этом году российским председательствам уделяется значительное внимание вопросам, связанным с изменением климата. Синхронизацией подходов пятёрки в области климатического регулирования мог бы заняться климатический и экологический клуб Евразес, задача которого входила бы реализация совместных научных исследований и разработок, внедрения зелёных технологий, достижения международного признания евразийских климатических инициатив, улучшения состояния водных экосистем, сохранения биологического разнообразия, геологоразведка и освоения недр, осуществления проектов по переработке мусора и многое-многое другое. Хотел бы также обозначить новое и, как представляется, многообещающее направление нашей работы. Предложил бы добавить к известным четырём свободам передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала в рамках Евразес, пятую – свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления. Это будет способствовать формированию и развитию общего культурного пространства и, если позволите, общей евразийской идеологии. Мы сейчас только в узком составе достаточно подробно и неформально об этом говорили, говорили о том, насколько это важно для всех нас. Это особенно важно для молодых людей, для молодого поколения. Параллельно следовало бы активнее вести деятельность по популяризации нашего объединения, его достижений и возможностей для граждан и государств, членов, гарантировать людям широкий доступ к достоверной информации об идущих интеграционных процессах, а также всемерно содействовать развитию туризма в рамках Евразийского интеграционного контура, создавать сети новых туристических маршрутов. Естественно, нашей общей поддержки требует практика подготовки квалифицированных кадров и открытия новых рабочих мест в наиболее востребованных областях экономики. В этой связи необходимо стремиться к координации национальных образовательных и научных программ, гармонизации требований к профессиям, выработке общих учебных и профессиональных стандартов, запуску совместных образовательных курсов и единых учебников по техническим и другим дисциплинам. Следует также развивать межвузовское сотрудничество, программы стажировок и академических обменов. При этом сведения о таких возможностях должны быть доступны учащимся из всех стран Евразии. Хочу отметить, что дальнейшее интеграционное строительство диктует необходимость укрепления, развития и модернизации созданных нами наднациональных инструментов и институтов. В первую очередь экономическая комиссия, которая должна быстро и адекватно реагировать на происходящее в мире изменения и принимать профессиональные решения, нацеленные на защиту наших общих интересов и продвижение взаимовыгодной интеграции. Можно было бы подумать о том, чтобы наделить комиссию дополнительными полномочиями, но так, чтобы принцип консенсуса, заложенный в основу принятия всех ключевых решений в рамках Евразии, оставался базовым, обеспечивая должное уважение к суверенитету каждой из стран-участниц Союза и делая его еще более привлекательным для наших потенциальных партнеров и участников. И, конечно, Евразес должен активно развивать отношения со странами, которые стремятся к равноправному, взаимовыгодному партнерству. Я имею в виду наших партнеров в Азии, в Арабской мире, в Африке, в Латинской Америке. Сотрудничество, имею в виду сотрудничество со многосторонними объединениями, такими как Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и некоторые другие. Важно продолжать формирование условно-свободной торговли с заинтересованными странами и в том числе предложить им совместно использовать имеющуюся у участников пятерки международную платежную инфраструктуру в национальных валютах и цифровых валютах центральных банков. И в заключение я хотел бы еще раз поблагодарить всех руководителей стран-членов Евразес за тесное взаимодействие и взаимную поддержку при решении стоящих перед объединением задач. Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто присоединился к нам сегодня, к нашей работе сегодня, не будучи членом нашей организации пока. Уверен, действуя и далее сообща и слаженно, мы будем добиваться, обязательно добьемся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества в интересах наших государств и народов. Благодарю вас за внимание и, как у нас принято, по алфавиту передаю слово премьер-министру Армении, господин Пашинянов. Николай Вавлович, пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович, уважаемые главы государств, уважаемые члены делегации. Рад приветствовать вас на первом в текущем году заседании Высшего Евразийского экономического совета. Позвольте поблагодарить председательствующую сторону и личного президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за традиционное гостеприимство и организацию на высоком уровне юбилейного 30-го заседания Высшего Совета. Уважаемые коллеги, на заседании в узком составе мы провели обстоятельные мнениями по ключевым вопросам повестки дня и я хотел бы вкратце остановиться на некоторых вопросах, актуальных для Союза. Укрепление потенциала национальных экономик обусловлено также грамотным подходом к обеспечению энергетической безопасности. Как уже неоднократно отмечалось, своевременное функционирование общего рынка газа ЕС в долгосрочной перспективе будет способствовать формированию благоприятных и взаимовыгодных условий торговли, обеспечить повышение энергетической безопасности и конкурентоспособности государств-членов Союза на международном рынке. В этом контексте армянская сторона готова к конструктивному диалогу с целью скорейшего достижения консенсуса по неурегулированным вопросам. Благодаря большой работе, проделанной комиссией и уполномоченными органами государств-членов Союза, нам удалось обозначить значительное продвижение в вопросе разработки нормативно-правовой базы по созданию нового формата финансирования проектов промышленной кооперации. Финансовое содействие совместных кооперационным проектам в отраслях промышленности предоставит нам возможность простимулировать отдельно взятые сектора экономик наших стран. При этом считаем важным их сбалансированное развитие в целях минимизации рисков, предполагающих стагнацию или снижение активности в иных отраслях экономик государств-членов ЕАЭС. Следовательно, на этапе отбора проектов важно выработать механизмы, нивелирующие данные риски, что даст нам долгосрочную перспективу для таких проектов. Отмечу, что одним из важных аспектов сотрудничества между нашими странами является продовольственная безопасность, которая направлена на обеспечение доступности и качества продовольства для населения, а также на защиту рынка от низкокачественных и опасных продуктов. Сегодня резко возросла необходимость формирования коллективной системы обеспечения продовольственной безопасности. Считаю очевидным необходимость консолидации усилий стран ЕАЭС в этом направлении. Радует, что, используя различные форматы взаимодействия, в 2022 году мы провели планомерную работу по формированию взаимовыгодного партнерства вне Союза, о чем свидетельствует информация, предоставленная в докладах об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС и о подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу. Учитывая высокую динамику развития сотрудничества с Ираном, вступление в силу соглашения о свободной торговле и его последующая реализация являются приоритетными для нас в контексте реального расширения торгового сотрудничества с третьими странами. Продолжение работы по таким приоритетным и перспективным переговорным направлениям, как Индия и Египет, а также развитие комплексного диалога по экономической повестке и углубление торгово-экономического сотрудничества с объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией даст дополнительный импульс процессу интеграции Союза в мировую экономику. Несмотря на достигнутые результаты, исходя из современных реалий, нам необходимо оперативно закладывать эффективные механизмы взаимодействия с партнерами из третьих стран, что последовательно приведет к созданию условий для стабильного развития экономик наших стран. Уважаемые участники заседания, очевидно, что эффективное планирование шагов по развитию общего экономического пространства подразумевает открытый диалог предпринимателей и представителей деловых кругов. В этом контексте хочу особо отметить проведение Евразийского экономического форума и, пользуясь случаем, еще раз поблагодарить российскую сторону за организацию масштабных мероприятий и за усилия по выработке тематики обсуждений, максимально охватывающей актуальной сферы взаимодействия в рангах ЕАЭС. Форум привлекает ведущих политических деятелей и лидеров деловых, культурных и других кругов обществ государств-членов, став ключевой площадкой формирования перспективных идей и проектов, трибуной для дискуссий вокруг актуальных вопросов. В завершение хочу еще раз подтвердить готовность армянской стороны к последовательному осуществлению совместных проектов, направленных на достижение взаимоприемлемых решений по важным вопросам функционирования нашего интеграционного объединения. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Николай Иванович. Пожалуйста, Александр Григорьевич Лукашенко. Уважаемые участники нашего заседания, я присоединяюсь к словам оратора и хочу поблагодарить президента России, всех тех, кто принимал участие в заседании Высшего Евразийско-экономического совета, а также вчерашнего форума. Современный мир находится на стадии глобальных перемен, вступает в эпоху масштабных преобразований и стратегического развития. Приходит осознание необходимости формирования на смену однополярной системе управления новых центров принятия решений, обеспечивающих учет интересов всех участников международных отношений. Внимание, проявленное к мероприятиям, проходящим сегодня в Москве, однозначно свидетельствует о том, что одним из таких центров должен стать Евразийский экономический союз. Мы, наконец, продвинулись в вопросах поддержки проектов в области промышленной кооперации. Подготовлено решение об оказании финансового содействия таким проектам за счет средств бюджета ЕАЭС. Это знаковый документ, и мы ожидаем от него серьезной практической отдачи. Вместе с тем, по ряду важнейших вопросов внутренней повестки нашей интеграции, мы двигаемся сложно и откровенно медленно. Прежде всего, речь идет о формировании общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов, реализации мероприятий цифровой повестки, либерализации транспортного рынка. В узком составе широко об этом говорили. А ведь это основополагающее для наших экономик сферы деятельности, и их актуальность на фоне санкций только возросла. Приоритетной задачей для всех нас остается создание полноценного экономического союза. Проделана большая работа по формированию общего рынка государственных и муниципальных закупок. Но не без проблем, но рынок госзакупок функционирует. Однако для его дальнейшего полноценного развития необходимы подписания и скорейшее вступление в силу соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок и правил взаимного признания электронной цифровой подписи. Более того, есть резерв для расширения соответствующего сектора экономических отношений. Помимо госзакупок существует и сфера госкорпораций. Считаю, что снятие ограничений по доступу к закупкам государственных корпораций благотворно скажется на экономике союза. Еще один приоритетный вектор развития союза – совершенствование транспортной инфраструктуры и развитие эффективной логистики. Президент Казахстана в узком составе поднимал этот вопрос и на примерах показывал, насколько это важно для развития нашего союза. В связи с разворотом наших экспортных потоков на юго-восток очень важно совместными усилиями прорубить окно в страны названного региона. Это бездонный рынок для наших товаров. В то же время мы должны обеспечить равный доступ к имеющейся и создаваемой инфраструктуре, чтобы в дальнейшем не возникло неприятных ситуаций, как в случае с экспортом на рынки третьих стран лесоматериалов через территорию государственных членов, ну и, как Казахстан говорит, о каменном угле. Считается ли сообразом вернуться к рассмотрению вопроса о либерализации автомобильных перевозок в третьи страны без необходимости получения специальных разрешений? Хотелось бы также затронуться относительно новый, но весьма актуальный аспект нашей интеграции в климатическую повестку союза. Мы уже не первый год наблюдаем, как Европа активно готовится к торговле в сложившихся условиях, разрабатываемый странами Евросоюза механизм трансграничного углеродного регулирования станет серьезным инструментом воздействия на международную торговлю. Евросоюз получит дополнительную возможность для маневра. Товари, признанные чистыми, будут допускаться на рынок, а то, что им не нужно будет просто блокироваться, они умеют это делать. В этой связи, в рамках нашего Союза, важно объединить усилия и выработать собственные подходы и меры реагирования на климатические вызовы. Нужно планомерно двигаться к структуре экономики, которые прообладают производство и технологии с низким уровнем выбросов парниковых газов. Наш ответ на санкционное давление – активизация взаимодействия ШОС, БРИКС и ОСЕАН, заключение новых торговых соглашений и конструктивное взаимовыгодное сотрудничество со всеми, кто готов с нами дружить и работать. При этом обращаю внимание, что в итоге должен быть обеспечен баланс интересов всех участников. Задача непростая, но уверен, комиссия обладает необходимыми навыками и компетенцией. В завершение отмечу, Беларусь поддерживает инициированную в рамках российского председательства необходимость определения подходов к формированию новой стратегии развития евроинтеграции до 2030 года, а где-то может быть и до 2045. В то же время хочу подчеркнуть, что при подготовке актуальных стратегических документов наш Союз может представлять интерес, опыт реализации некоторых инициатив – нашему Союзу это важно – на уровне нашего союзного государства Беларуси-России, о котором так много вчера говорил на форуме президент Казахстана. Вместе с тем хотел бы предостеречь всех нас от излишнего увлечения стратегическим планированием. Но это мы умеем делать, это просто. По крайней мере, эта полезная работа не должна отменять или подменять практическую деятельность по реализации целей и задач договора ОИАЭС, который ведется государственными членами и комиссией уже сейчас. Чтобы накопилась масса конкретных вопросов, которые надо снимать, а не на поверхности. Уважаемые коллеги, убеждены, что совместными усилиями нам в полной мере удастся реализовать потенциал нашего Союза как внутри объединения, так и на внешнем контуре. Тем самым мы сможем создать один из полновесных, ответственных центров нового многополярного мира. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, Касаем Жеман Кемельевич. Уважаемые главы государств, дорогие друзья, выражаю признательность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за организацию данного саммита, ну и, конечно же, за традиционно теплый прием. Причем в этот раз прием был исключительно теплый. Приветствую лидеров стран, членов Евразийского экономического союза, глав государственных наблюдателей, а также наших друзей и партнеров по СНГ и ШОС. Уважаемые коллеги, геополитические потрясения оказывают значительное влияние на экономическую ситуацию во всем мире. В этом году международные финансовые институты в среднем почти в два раза снизили прогнозы развития мировой экономики. Однако, несмотря на давление внешних факторов, наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза показывает положительную динамику. Страны-участницы сохраняют макроэкономическую стабильность, наращивают темпы экономического роста и объемы взаимной торговли. Со своей стороны отмечу, что за годы деятельности Евразийского экономического союза торговый оборот Казахстана с другими странами-участницами союза вырос на 74%. При этом экспорт вырос на 98%. Мы считаем это хорошими показателями. Реализуются масштабные совместные инфраструктурные проекты, развивается промышленная кооперация, формируется общий рынок услуг, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах. Планомерно реализуется стратегия развития союза до 2025 года. Все это демонстрирует высокий уровень и широкий спектр интеграционного взаимодействия стран-участниц. Вместе с тем, в текущих геоэкономических условиях более полное и эффективное раскрытие потенциала союза, так сказать, расшивка узких мест – это наш общий приоритет. Нам предстоит максимально полно реализовать все задачи, поставленные при его создании. При этом, несмотря на объективные достижения, важно не допустить, так сказать, головокружения от успехов. Работы впереди очень много. Прежде всего, речь идет о полноценной реализации первой из четырех свобод – свободе движения товаров. Это формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны. Полагаю, что полное достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии. Уверен, что на данном этапе развития интеграции в этом вопросе мы должны отходить от тактики принятия точных решений, ситуативных договоренностей и ручного управления. Нам необходим полноценный, системно функционирующий внутренний рынок Союза. Только в этом случае национальный бизнес и зарубежные партнеры полностью поверят в потенциал Союза. Далее, важно совместными усилиями расширять рынки сбыта для товаров наших экспортеров. Одна из ключевых целей создания Союза это получение максимально выгодных торговых условий от третьих стран на основе сильной, скоординированной совместной позиции. Важно продолжить системный диалог с интеграционными объединениями и странами, сотрудничество с которыми представляет для нас экономический интерес. Комиссии предстоит оперативно завершить работу по заключению соглашения о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем. Нам следует качественно усилить взаимодействие с ШОС, АСИАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями. Думаю, интерес к сотрудничеству со стороны этих организаций носят взаимный характер. Следующее. Видится важным развитие и формализация Института Наблюдателя при Союзе. Данный институт должен стать механизмом эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, то есть взаимодействия с соответствующими правами и обязательствами под доступу на рынок, соблюдению общих правил, технических требований и другим вопросам. Комиссии предстоит проработать возможность присоединения государственных наблюдателей к отдельным договорам в рамках Союза, а также возможность их участия в конкретных кооперационных и инфраструктурных проектах. Думаю, нашим партнерам будет особенно интересно кооперация в энергетике, сельском хозяйстве, транспортно-логистической сфере. Считаю, что комиссии необходимо актуализировать соответствующий перечень договоров и проектов. Было бы правильным определить сам порядок участия третьих стран в отдельных проектах Евразийского экономического союза. Реализация таких механизмов будет способствовать развитию нашего интеграционного объединения как полюса экономического притяжения на всем евразийском пространстве. Следующее направление – развитие промышленности. Для укрепления сотрудничества в данном направлении мы начали реализацию целого ряда многосторонних кооперационных проектов и межгосударственных программ. Хорошим примером является наше успешное взаимодействие с российскими и белорусскими коллегами по межгосударственной программе дистанционного зондирования землей. Есть и другие наработки. Но мир и конкуренты не стоят на месте, поэтому нужно объединять усилия. В этом ключе мы положительно оцениваем принимаемое сегодня решение о механизмах максимального оказания финансового содействия совместным проектом. Это практический шаг в нужном направлении. В текущей геополитической ситуации Казахстан, учитывая свою географию и возможности, готов выступить в качестве Центра развития евразийской промышленной кооперации и интеграции. Это могут быть совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции. Многое из перечисленного уже находится в практической разработке. Мы также готовы к реализации совместных проектов по освоению месторождений черных и цветных металлов с дальнейшей переработкой и производством готовой продукции. Отдельно отмечу наше успешное сотрудничество в данных сферах с Российской Федерацией. Только за последние пару лет реализованы крупные проекты по производству грузовых автомобилей, магистральных тепловозов и электровозов, продукции для железнодорожной отрасли, производству шин. На подходе еще целый ряд крупных проектов. Еще одним важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий. Уверен, что наш экономический союз в конечном счете станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным югом и севером. Мы приветствуем намерения Российской Федерации по формированию коридоров в направлении Китая, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора с север-юг в сопряжении с транскаспийским маршрутом. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом Евразийского экономического союза, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда польши железнодорожные магистрали Челябинск, Булашак, Иран протяженность 2873 километра. Для этого можно использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора с север-юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске. Мы готовы реконструировать узкие места в нашей железнодорожной сети Бенео-Мангстау и на участке автомобильной дороги Бенео-Шалкар. Казахстан, безусловно, сделает это, исходя из понимания общности наших усилий по созданию соответствующего грузопотока. Хорошим примером нашего взаимовыгодного сотрудничества призвано стать строительство железной дороги Бахты-Айагоз. Ее запуск позволит значительно нарастить пропускную способность и Казахстана, и России в направлении Китая. Также можно было бы рассмотреть возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана. Это значительно расширит географию экспорта государств-членов, укрепит наши логистические возможности. Наряду с развитием физической инфраструктуры крайне важно выработать предметные решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров. Она должна быть надежной, но простой в использовании и основываться на передовых цифровых технологиях. Следует решить вопросы использования электронных пломб, гарантийной системы оперативного информационного обмена, а также развития системы и окна. Эти меры позволят создать общий цифровой, мультимодальный коридор, который ускорит товаропотоки и оптимизирует цепочки поставок. Большие возможности для совместной работы имеются в сферах цифровизации, туризма, агропромышленного комплекса. Здесь наши страны достигли неплохих результатов на национальном уровне, но не хватает интеграционных проектов. В целом считаю, что Евразийский экономический союз доказал свою необходимость и эффективность как спокойные, так и в кризисные времена. Важно последовательно и системно реализовать его огромный потенциал во благо наших стран. Это принципиально важно, ведь экономическая интеграция это прежде всего ключевой инструмент достижения роста экономики и благосостояния наших граждан. Соответственно, успех или не успех интеграционных усилий будет измеряться очень просто. Бизнес и граждане должны чувствовать, что работают и живут лучше в результате работы Союза. Только в таком случае они дадут властям мандат доверия на дальнейшие интеграционные шаги. Поэтому казахстанское видение развития Союза это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран. То есть проекты, технологии, рабочие места, налоги. Абсолютно уверен, что совместными усилиями мы успешно выполним все поставленные перед нами задачи и выведем Евразийский экономический союз на более высокую траекторию развития. В завершение я хотел бы высказаться еще по одному на мой взгляд важному вопросу. В следующем году нашему объединению исполняется 10 лет. Мы соберемся фактически на юбилейный саммит. Считаю, что это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив Союза. В этой связи предлагаю поручить комиссии к следующему заседанию Высшего Совета подготовить доклад о первом этапе евразийской интеграции. В нем будут представлены основные итоги достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию. Конечно же, десятилетие нашего интеграционного объединения это значимое важное веке, которое необходимо отметить на соответствующем уровне. Символично было бы провести юбилейное заседание в Астане, поскольку договор о создании Евразийского Союза был подписан именно в столице Казахстана. Благодарю коллег за неизменное понимание, доверие и конструктивный диалог. Спасибо большое и за выступление, и за ваше предложение. Пожалуйста, Садыр Мургажевич Жапаров Киргизин. Уважаемые главы государств, уважаемые участники заседания, позвольте вас всех поприветствовать в Москве и поблагодарить уважаемого Владимира Владимировича за теплый прием и высокий уровень организации нашей работы. Буквально недавно мы встречались в Москве по случаю священного праздника Дня Великой Победы. Сегодня мы встречаемся по случаю первого в этом году заседания Высшего Евразийского Экономического Совета и Второго Евразийского Экономического Форума. Старт Евразийскому Экономическому Форуму как новые диалоговые площадки для обсуждения актуальных вопросов евразийской интеграции и перспектив ее развития был дан ровно год назад в Бишкеке. Тогда я выразил надежду, что этот формат станет успешным и займет свое достойное место на международной арене. Вчера мы стали свидетелями расширения географии участников Форума конструктивного обмена мнениями живого диалога. убежден, что мы движемся в правильном направлении. Не сомневаюсь, что результатом работы Форума станут новые совместные подходы к дальнейшему развитию евразийской интеграции. Уважаемые коллеги, современная политическая и экономическая турбулентность рождает новые вызовы и испытывает на прочность не только страны, но и интеграционные объединения. И наш союз в этом смысле не является исключением. Тем не менее, в условиях негативного влияния внешних факторов нам удается совместными усилиями поддерживать достаточную экономическую активность. Так, по итогам первого квартала текущего года объем продукции сельского хозяйства в союзе вырос почти на 3%. Объем выполнения строительных работ увеличился на 9%, а инвестиции в основной капитал выросли на 4,3%. В январе апреля текущего года объем валового внутреннего продукта Крыговской Республики увеличился на 4,4%, а объем промышленного производства на 4,6%. Внешняя торговля Кыргызстана за январ март 2023 года выросли на 25,4%. Благодаря слаженной работе и взаимодействию наших стран нам удается успешно продвигать интеграционную повестку в рамках нашего союза. Проделана огромная аналитическая и прикладная работа для реализации стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. Считаю необходимым перевести имеющиеся наработки и выводы аналитических докладов в практическую плоскость. Некоторые из них должны найти свое отражение новой стратегии интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 года. Уважаемые главы государств, сегодня мы закладываем прочную основу для развития промышленной кооперации и импортозамещения. Подписание протокола о внесении изменений в союзный договор в части оказания финансового содействия совместным кооперационным проектом в отраслях промышленности позволит увеличить объем совместного производства, стимулировать рост инвестиций и создать дополнительные рабочие места. Мы должны далее расширять создаваемый механизм финансового содействия с использованием стабильных источников финансирования, в том числе за счет поступления возных таможенных пошлин. Данный инструмент может быть использован для поддержки в реализации кооперационных проектов и в других сферах экономики, к примеру, в агропромышленности, транспортной и логистической инфраструктуры, инновации и энергетике. В сфере транспортно-логистической инфраструктуры хочу акцентировать внимание на необходимости развития новой инфраструктуры транспортных коридоров, в частности по направлениям север-юг и восток-запад. В прошлом году был утвержден перечень приоритетных инфраструктурных интеграционных проектов в сфере транспорта. Необходимо активизировать работу по расширению данного перечня с учетом долгосрочных перспектив, а также создавать условия для их успешной реализации, в том числе в части их финансирования. При этом предлагаю обратить особое внимание на обеспечение доступа к транспортным коридорам для стран и АЭС, не имеющих выхода к морю. В то же время для увеличения скорости доставки товаров считаю важным создание экосистемы мультимодальных перевозок со цифровкой всех товаротранс сопроводительных документов. Уважаемые коллеги, текущий геоэкономический миропорядок требует от нас внедрения эффективных решений для поддержания и увеличения объемов взаимной внешней торговли. Одним из таких решений является минимизация контрольных мероприятий на внутренних границах АЭС и повышение прозрачности регулирования. В этих целях подписано и вступило в силу соглашение о применении навигационных пломб в Союзе, которое также позволит исключить риски незаконного перемещения товаров и повысить транзитную привлекательность государств-членов АЭС. Успех реализации данного соглашения будет измеряться по мере достижения заложенных в нем целей, включая создание благоприятных условий для добросовестного бизнеса, исключение излишних барьеров и бюрократии при проведении контрольных мероприятий. Выражаю надежду, что правительство нашей пятерки приложит максимальные усилия для достижения указанной цели. Уважаемые главы государств, мы переживаем непростое время и неопределенную внешнеэкономическую конъюнктуру. Это время не только перемен, но и взаимоподдержки и взаимодополнения, а не создание секторальных препятствий, тем более барьеров. Прошлый год показал, насколько мы сможем сплотиться в сложной ситуации для достижения общих целей. Доказательством этому служат принятые нами совместные меры для сохранения макроэкономической стабильности. Как говорят, легче предупредить, чем лечить. Легко закрываться друг от друга, потом сложно открываться. Считаю необходимым усилить взаимодействие государственных органов наших стран путем обмена опытом и необходимой информацией. В то же время комиссия должна содействовать госорганам выявлений и профилактики препятствий в тех сферах, где применяется единое регулирование, а также в проведении работы по усилению потенциала национальных служб и органов. Полагаю, что такой подход снизит уровень барьерного накала. Важнейшим направлением на пути создания благоприятных условий в рамках обеспечения четырех свобод в Союзе является сфера миграции. Считаю, что трудящиеся граждане наших стран должны иметь облегченные условия для реализации своих трудовых прав на территории любого из государств членов Союза. Современные технологии позволяют значительно упростить прохождение нашими гражданами требуемые административные процедуры в государстве трудостройства. Необходимо предоставить возможность гражданам выполнять действия, требуемые при трудостройстве в другой стране в электронном формате, в том числе и находясь в стране своей гражданской принадлежности. В качестве первого шага предлагается проработать возможность признания результатов медосмотров трудящегося, которые пройдены в стране выезда для пребывания в Российской Федерации по аналогии с приложением «Путешествуй без COVID-19». Можно расширить его функционал и использовать для новых потребностей. Уважаемые участники заседания, завершая свое выступление, хочу поблагодарить всех вас за конструктивную работу и пожелать российской стороне и лично Владимиру Владимировичу успешного проведения года российского председательства в органах Союза. В преддверии дня Евразийского экономического союза, который мы будем отмечать 29 мая, хочу отметить, что Евразийский экономический союз продолжает демонстрировать свою эффективность и умение находить компромиссные решения. Нам, как главам государств союза, остается развивать и укреплять наше объединение во благо наших государств и народов. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Садарин Гржович. Уважаемые коллеги, в соответствии с утвержденным регламентом позволю себе предоставить слово главам государств наблюдателей при Евразии, это Узбекистан, и потом видеообращение президента Кубы, а после этого слово будет предоставлено главам приглашенных государств, это Азербайджан и Таджикистан. Спасибо за то, что такой регламент был принят и сейчас с удовольствием предоставляю слово Шаххату Мирамоновичу Мирзиёеву. Пожалуйста, уважаемый Шаххат Мирамонович, Узбекистан. Уважаемый глава делегации, искренне рад приветствовать участников заседания Высшего Евразийского экономического совета. Хочу присоединиться к словам моих коллег и выразить признательность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за организацию нашей встречи. Несомненно, эффективное председательство России ИАЭС послужит продвижение новых направлений многопланового партнерства наших стран. Уважаемые коллеги, Узбекистан в качестве государства наблюдателя при ИАЭС продолжает активно участвовать в многосторонних мероприятиях и проектах, направленных на развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в рамках объединений. Во-первых, совместно проведена результативная работа по формированию благоприятных условий, поиску новых точек роста и возможностей для расширения торговых отношений. По итогам прошлого года товарооборот Узбекистана со странами ИАЭС увеличился на 23%. Устойчивая динамика роста наблюдается и в этом году. Во-вторых, мы серьезно продвинулись в области промышленной кооперации. Только за последние годы в нашей стране запущены сотни проектов и предприятий в приоритетных отраслях с участием компаний из стран объединения. В-третьих, созданы эффективные платформы для стимулирования бизнес-диалога, в том числе с привлечением потенциала регионов наших стран. В качестве примера хочу привести ставшую традиционной международную промышленную выставкой Инопром Центральная Азия. В апреле она в третий раз успешно прошла в Ташкенте. Были представлены более 2000 компаний из наших стран. По итогам заключены инвестиционные соглашения и торговые контракты на суммы свыше 10 миллиардов долларов. В-четвертых, мы укрепляем институциональные механизмы и развиваем тесное и конструктивное сотрудничество с Евразийской экономической комиссией. Принимаем активное участие в мероприятиях органов ЕАЭС. В рамках трехлетнего плана совместной работы проведено более 200 мероприятий по гармонизации законодательства с международными нормами, обмену опытом регулирования экономики, устранение барьеров, препятствующих развитию взаимовыгодного сотрудничества торгово-экономической и транспортно-коммуникационных сферах. Узбекистан подключился к отдельным программам отраслевым проектам в области упрощения торговых процедур, а также в сфере транспорта, сельского хозяйства, экологии и туризма. В наших ближайших планах проведение очередного заседания совместной рабочей группы в августе этого года. Вместе с тем анализ текущей ситуации показывает также наличие ряда сдерживающих факторов и нерешенных вопросов. Речь идет об отсутствии механизмов реализации инициатив государств-наблюдателей, направленных на развитие практического взаимодействия в рамках объединений. Кроме того, не урегулированы вопросы, связанные с применением в странах ЕАЭС торговых ограничений, в том числе в отношении поставок сельхозпродукции, энергоносителей и прочих сырьевых товаров, пока не дают ожидаемого результата проекта, инициированные в сфере транспорта и логистики, в частности, по ускоренной взаимной поставке качественной и доступной продовольственной продукции. Уважаемые участники заседания, усиление глобального вызова, серьезные разрывы транспортно-логистических цепочек, растущие риски продовольственной и энергетической безопасности и другие проблемы обуславливают необходимости более тесной координации для решения первоочередных задач устойчивого социально-экономического развития наших стран. Надеюсь, что нынешний саммит позволит нам сверить часы и определить приоритетные направления практического сотрудничества. Первое. Узбекистан готов к продолжению совместной работы по упрощению торговых процедур и созданию условий для кардинального увеличения объемов товарооборота между нашими странами. Считаем, что этому будет способствовать принятие соглашения об устранении технических барьеров в взаимном признании сертификатов. В этих целях в Узбекистане полностью завершена подготовка подготовительной работы по гармонизации национальных технических регламентов с нормами ЕАЭС. Продолжим также работу по развитию взаиморасчетов национальных валютах. Второе. Расширение экономического сотрудничества и деловых контактов на наш взгляд будут способствовать интеграции электронных платформ и онлайн систем таможнего администрирования санитарного фитнесанитарного и ветеринарного надзора а также сертификация происхождения товаров готовы провести предметные консультации на экспортном уровне для выработки механизмов реализации этой инициативы. Третье. Считаем важным принятие совместных мер по углублению промышленной кооперации и локализации как важного фактора создания новых рабочих мест и формирования индустриальных хабов на евразийском пространстве. Заинтересованы в участии в многосторонних программах направленных на оказание финансовой поддержки реализации кооперационных проектов. Речь идет в том числе об инициативах бизнес-сообщества в области перестраховочной деятельности и практического сотрудничества национальных институтов развития. Для налаживания долгосрочных партнерских отношений на уровне бизнес намерены также подключиться к деятельности делового совета ЕАЭС. Четвертое. Взаимодействие в сфере транспорта и транзита является стратегическим направлением нашего партнерства. В нынешних реалиях важно усилить совместную работу по формированию альтернативных транспортных коридоров и создания устойчивых логистических цепочек. Поддерживаем развитие международных маршрутов Север-Юг и других магистралей соединяющих наш регион с Китаем странами Ближнего Востока и Южной Азии. Уступаем за тесную координацию в вопросах тарифной политики. Приглашаем также присоединиться к работе проектного офиса по реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан Афганистан Пакистан. Пятое. Полагаем важным расширить наш сотрудничество в области продовольственной безопасности. В данном контексте важно стимулировать активное замещение импорта сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, продукции производимых наших государств, обеспечить полноценное функционирование зеленых коридоров, в том числе евразийского агроэкспресса, поддерживать совместное проведение научно-прикладных исследований и внедрение инноваций. Всесторонние содействуют деятельности и поощрять развитие кооперационных связей представителей агробизнеса наших стран. В этих целях предлагаем провести в Узбекистане в октябре этого года аграрный форум в формате ЕАЭС плюс с участием министров сельского хозяйства, ведущих производителей и импортеров продовольствия. Шестое Узбекистан также заинтересован более широким сотрудничеством подготовки высококалипицированных специалистов, налаживание партнерских отношений между вузами и центрами профессионального образования, участие в совместных проектах поддержки научных исследований. Считаем необходимым разработать дорожную карту по совместной подготовке востребованных кадров по инженерно-техническим специальностям. Уважаемые участники саммита, еще раз хочу поблагодарить коллег за поддержку участия Узбекистана в программах и проектах многостороннего партнерства в рамках Евразийского экономического союза. Убежден, что итоги сегодняшнего заседания будут способствовать развитию новых направлений форум и механизмов взаимовыгодного сотрудничества в целях устойчивого развития и процветания наших стран. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Шахат Мирмонович. И сейчас попрошу включить видеообращение президента Куба Мигеле Марио Диос Канеля Бермудеса. Пожалуйста. Глубоко уважаемый господин Путин Владимир Владимирович президент Российской Федерации. Глубоко уважаемые главы делегаций государств-членов Высшего Евразийского экономического совета. Уважаемые друзья. Прежде всего, разрешите мне выразить глубочайшую признательность правительству Российской Федерации. От имени народа и правительства Кубы спасибо вам за приглашение на это новое заседание совета. Я, как и другие участники заседания, хотел бы отметить и поздравить Российскую Федерацию за ее замечательную деятельность в качестве председателя органов Евразийского экономического союза в начале 2023 года. С нашей последней встречи международная обстановка продолжает развиваться по плачевному сценарию под действием многопланового кризиса, который является логическим результатом несправедливого миропорядка, обострившегося вследствие пандемии и других непростых проблем. Этот экономический, социальный и финансовый кризис, наносящий особо губительный ущерб наиболее бедным странам и большинству неимущих, непрерывно растет и ужесточается, углубляя неравенство и нужду. Некоторые экономические могущественные государства, несмотря на растущие обвинения и критику, по-прежнему практикуют отвратительные и неприемлемые политики, чтобы с помощью односторонних санкций и СМИ манипулирования вмешиваться во внутренние дела других суверенных стран, вызывая тем самым политическую дестабилизацию и международную изоляцию правительств, верных идеям о социально-экономическом развитии своих обществ и более справедливом миропорядке. Такие организации, как Евразийский экономический союз, подтверждают, что между народами возможны иные отношения. Спустя восемь лет с начала существования Евразийский экономический союз активно развивается как интеграционный механизм и альтернативная модель, способная объединить волю народов и средства, чтобы противостоять современным глобальным проблемам, таким как изменение климата, нехватка средств и бедность. Значение этого союза растет на региональном и международном уровне, о чем свидетельствуют такие ощутимые результаты, как рост товарооборота между его государственными членами и все более частое использование в платежах национальной валюты. Уважаемые коллеги, в этой сложной и проблематичной международной обстановке, Куба по-прежнему верна идее построения более справедливого миропорядка, в котором превалировали бы законные интересы и приоритеты развития стран Юга. Мы будем неустанно работать, выполняя доверенную нам членами группы 77 плюс Китай почетную ответственность в качестве председателя этой важной, представительной и разнообразной организации развивающихся стран в течение 2023 года. Как член-наблюдатель Евразийского экономического союза, Куба считает, что растущие и различные потребности наших стран могут быть удовлетворены лишь посредством расширения торговых и партнерских связей в соответствии с потенциалами каждой страны. В настоящее время имеется возможность увеличить взаимообмен между нашими странами в таких сферах, как продовольственная и энергетическая безопасность, инвестиции в промышленное и технологическое развитие, фармацевтической и биотехнологической индустрии, подготовка людских ресурсов и многие другие. Наша страна имеет обширные и разносторонние отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, что позволило бы ей служить мостом для создания прочных и выгодных связей между государствами-членами ЕС и странами обоих регионов. Латинская Америка и Карибский регион обладает большим потенциалом и признанными преимуществами для интенсификации торгово-экономического сотрудничества в различных областях, а также богатыми резервами стратегических природных ресурсов и значительным человеческим капиталом. Ваше превосходительство, уважаемые друзья, к сожалению, в связи с графиком работы и других логистических ограничений, на этот раз я не смогу встретиться с вами в Москве, однако рад сообщить вам, что кубинская делегация во главе с премьер-министром Республики Куба Мануэлем Марера Круз будет присутствовать на заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в Сочи в июне. Мы надеемся, что непосредственное участие руководителей высшего уровня Кубы в этой встрече и сопутствующих мероприятиях будет плодотворным и полезным для взаимообмена опытом со всеми участвующими государствами, что послужит основой для новых взаимовыгодных проектов. Я хотел бы еще раз подтвердить, что для Кубы является приоритетом расширения связей со всеми государствами-членами Евразийского экономического союза и что мы придаем особое значение проведению третьего заседания совместной комиссии Кубы Евразийской экономической комиссии, что предоставит возможность для оценки новых потенциалов и перспектив торгово-инвестиционного сотрудничества, а также расширение взаимообмена в различных областях. Вы всегда можете рассчитывать на Кубу и ее вклад в качестве члена-наблюдателя Евразийского экономического союза в укрепление единства, взаимодополняемости и уважение разнообразия во имя развития и благосостояния наших народов. Солидарные и справедливые отношения между всеми странами являются гарантией многополярного мира, который необходим и которого добиваются наши народы. Большое спасибо. Поблагодарим президента Кубы за его выступление и я с удовольствием предоставляю слово нашим гостям и передаю это слово Ильхаму Гидаровичу Алиеву, президенту Азербайджана, который, повторяю еще раз, впервые присутствует на мероприятии подобного рода. Ильхаму Гидаровичу, вам слово. Прошу. Уважаемые главы государств, уважаемые участники заседания. В первую очередь, хотел бы выразить благодарность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за приглашение принять участие в работе саммита государств-членов Евразес в качестве гостя. Сотрудничество Азербайджана со странами-членами Евразес за исключением Армении успешно развивается на протяжении 30 лет. Существует серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Сегодня по инициативе российской стороны состоится трехсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана. Хотел бы проинформировать коллег, что товарооборот Азербайджана со странами Евразес в прошлом году вырос на 31% и составил 4,7 миллиарда долларов. В январе-апреле этого года рост взаимной торговли вырос еще на 38%. В прошлом году доля стран членов Евразес во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9%. Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста товарооборота. Азербайджан расположен на географическом перекрестке транспортных путей восток-запад и север-юг. Транспортно-логистическая инфраструктура нашей страны позволяет осуществлять перевозки в любых направлениях. Азербайджан обладает самым большим торговым флотом на Каспии в количестве более 50 судов. Морской порт Алят, рассчитанный на транспортировку 15 миллионов тонн грузов, будет в ближайшее время модернизирован, и объем грузоперевалки достигнет 25 миллионов тонн. Особенно это важно с учетом того, что большой рост грузоперевозок через Азербайджан наблюдается в последнее время. В Баку уже несколько лет функционирует современная судостроительная верфь, которая может изготавливать любой тип судов. И рад сообщить, что возможности судостроения Азербайджана сегодня также предоставлены нашим соседям по Каспию, и уже ведутся переговоры и активная работа по размещению заказов наших соседей по Каспию на судостроительном заводе в Баку. Железная дорога Баку-Тбилиси Карс обеспечивает выход в Европу, а также к Средиземноморским портам Турции. Азербайджан является важным участником проекта транспортного коридора Север-Юг. Мы инициировали также создание Зангизурского коридора, который не только свяжет основную часть страны с ее Нахчеванской автономной республикой, но и станет частью международных железнодорожных маршрутов. В Азербайджане функционирует восемь международных аэропортов, два из которых в Физулии в Зангелане, на освобожденных от оккупации землях, построенной последние два года. Девятый международный аэропорт строится в освобожденном Лачине и будет сдан в эксплуатацию в 2025 году. Наша страна обладает одним из самых крупных воздушных грузовых плотов в регионе с грузооборотом более 500 тысяч тонн в год. Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост на протяжении почти всего периода независимости. Мы добились полной экономической независимости, что является важным фактором возможности проводить независимый внешнеполитический курс, что мы успешно и делаем. Около четырех лет Азербайджан успешно председательствует в движении неприсоединения, движении неприсоединения, которое объединяет 120 государств и является вторым по численности международным институтом после ООН. экономика Азербайджана самодостаточна и не нуждается в поддержке извне. За последние 20 лет валовый внутренний продукт нашей страны вырос более чем в три раза. Уровень бедности сократился с почти 50 до 5 процентов. Внешний долг находится на уровне менее 9 процентов ВВП и снижается из года в год. Валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в 10 раз. На сегодняшний день одной из главных задач, которая стоит перед нами является диверсификация нашего экспорта. Что касается диверсификации экономики, этот вопрос решается успешно. Большая часть экономики Азербайджана формируется уже в несырьевом секторе. Что касается нашего экспорта, тут нам еще надо активно работать для того, чтобы увеличить экспорт несырьевого сектора. Хотя уровень безработицы составляет всего 5 процентов, демографический рост, а за последние 30 лет население Азербайджана выросло с 7 до 10 миллионов, требует активных усилий по созданию новых рабочих мест. И, конечно же, мы рассчитываем укреплять наше активное взаимодействие со странами-членами Евразес как в двустороннем формате, что мы успешно делаем, так и в многостороннем формате. Как уже было отмечено, я впервые участвую в работе саммита Евразес, хотя с главами государств, членами Евразес мы встречаемся регулярно в рамках саммитов СНГ и в двустороннем формате. Поэтому, хоть я впервые участвую как гость, но я наверняка здесь не гость. Мы сегодня уже имели возможность пообщаться, наше общение будет продолжено. Хотел бы в заключении выразить еще раз благодарность вам за приглашение, а также всем коллегам за то, что это приглашение было поддержано. Спасибо. Спасибо большое. Действительно, в двухстороннем формате экономические отношения Азербайджана с нашими странами, членами и организациями постоянно растет и имеет значение для всех нас, и для Азербайджана, и для каждой страны участницы организации, так же, как и отношения с Таджикистаном. Имарий Шарипович Рахман, пожалуйста, вам слово. Спасибо, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина, за приглашение принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в качестве гостей. Государство, члены и наблюдатели Евразийского экономического союза являются традиционными партнерами Таджикистана. Мы заинтересованы последовательно укреплять двустороннее сотрудничество с Вашими странами по всем направлениям, представляющим взаимные интересы. Таджикистан имеет тесные торгово-экономические связи с большинством стран-членов и наблюдателей Евразии. Общий объем товарооборота стабилен и растет год от года. Доля стран Союза во внешне торговом обороте Таджикистана по итогам прошлого года составила более 42%. Мы экспортируем страны Союза почти половину от общего объема экспорта товаров отечественного производства готовы и далее наращивать экспорт страны Евразии наших товаров особенно сведих редких и драгоценных металлов текстиля хлопка а также овощей и фруктов. Важное место в нашем взаимодействии со странами Евразии занимает транспортная сфера. В этом направлении нам следует обратить внимание на существующие проблемы которые нам нужно совместно решать. Это прежде всего ограниченная пропускная способность пограничных переходов между нашими странами. Также ощущается потребность новых авто и железнодорожных коммуникаций включая подвижной состав для выполнения перевозок в условиях дисбаланса объема грузопотока. Нужно иметь виду, что в условиях либерализации торговли и устранения барьеров на пути свободного перемещения товаров повышаются и требования к транспортным услугам частей скорости, надежности и качества перевозок. В этих семьях мы в Таджикистане проводим серьезные институциональные реформы. С середины 2020 года наша страна перешла на систему «Единое окно» для оформления экспорта импортных и транзитных операций. Мы намерены далее наращивать транспортно-коммуникационные взаимодействия со странами Евразии. Другим важным направлением нашего сотрудничества со странами Евразии является аграрная сфера. Таджикистан имеет колоссальный потенциал для выращивания высококачественных экологических чистых селхофф продуктов. Ежегодный рост маловой продукции аграрного сектора в нашей стране составляет не менее 7-8%. Это создает необходимую базу для улучшения экспорта органической продукции сельского хозяйства. Страны Евразии являются традиционным рынком для данного вида продукции Таджикистана. Вместе всем существующие сложности в процедурах оформления, в вопросах транспортировки и таможенного оформления двойной сертификации являются серьезными препятствиями для бесперебойной поставки этой продукции на рынок стран Союза. В этой связи считаем необходимым совместно проработать и реализовать механизмы по упрощению поставок сельхозпродукции из Таджикистана на рынки стран Евразии, в том числе посредством создания логистических центров на территории нашей страны. Уважаемые коллеги, большие перспективы для сотрудничества существуют в сфере промышленного производства и кооперации. Особенно это касается нефтегазовой и химической, горнодобывающей и металлургической машиностроения и электроники, легкой и текстильной, пищевой и фармацевтической отрасли, а также производства строительных материалов. Петвертой, программой ускоренного развития промышленности Таджикистана на период до 2025 года предусмотрено повышение уровня производства в данной сфере два с половиной раза. Поэтому мы заинтересованы создания в указанных секторах промышленности, совместных предприятий, а также индустриальных парков с нашими партнерами, включая страны Союза. Выбрали нами устойчивый курс стилонного развития создает условия для развития производства основных на этих принципах. В этом контексте необходимо представляется взаимодействие со странами Союза в области гидроэнергетики. Мы последовательно развиваем способы эффективного использования источников возобновляемой энергии, особенно гидроэнергетики. Взаимовыгодным считаем совместное освоение гидроэнергетического потенциала нашей страны, что безусловно может стать фактором развития реализированной экономики в регионе. Перспективной является также сотрудничеством в направлении развития цифровизации и искусственного интеллекта, банковского дела и финансовых рынков. Налаживание сотрудничества в данных областях способствуют формированию новые точки роста и повечения инвестиционной привлекательности наших экономик. Сотрудничество на базе общих интересов это приоритет наших действий региональной повестки и мы твердо намерены придерживаться его и будущей. Благодарю за внимание. Спасибо большое уважаемый Марий Шарипович. У нас как я уже сказал и с Азербайджаном и с Таджикистаном активно развиваются в двустороннем плане отношения поэтому подключение в таком многостороннем формате безусловно пойдет только на пользу в конечном итоге Таджикистан и Азербайджан будут принимать решения по поводу того насколько глубоко принимать участие в работе нашей организации то же самое в полном объеме касается и Узбекистана. Спасибо большое коллегам за сегодняшнюю нашу совместную работу и за ваше участие в этой работе. Передаю слово председателю комиссии Я извиняюсь Владимир Владимирович можно у меня реплика маленькая потому что Прошу вас пожалуйста Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение которое последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении Я хочу сказать что это используется в рамках выполнения 9 пункта трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года я хочу подчеркнуть что в этом заявлении говорится только об одном коридоре и это Лачинский коридор который должен был быть под контролем российских миротворцев но к сожалению незаконно заблокирован со стороны Азербайджана с другой стороны хочу подтвердить готовность республики Армении к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникации которые проходят через территорию республики Армении мы это называем армянский перекресток и мы готовы на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран по которым они проходят я имею ввиду те связи транспортные и экономические коммуникации которые предназначены 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года спасибо спасибо большое но то что я услышал из выступления президента Алиева он как раз говорил о том что создаются условия в связи с признанием границ соответствующих подтвержденных соглашениями соответствующих еще с 1991 года эти условия дают основания полагать что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договоренности в том числе и по транспортной коммуникации мне очень приятно отметить что премьер-министр Армении сказал что Армения тоже думает в этом отношении считает что это возможно думает положительно но мы сегодня на трехсторонней встрече мне кажется могли бы все это и обсудить надеюсь что удастся договориться о том что лежит совершенно очевидно в сфере интересов экономического развития как для Азербайджана так и для Армении да и для всего региона мне кажется у нас будет время в трехстороннем формате все это обсудить в деталях я конечно не хочу открывать дискуссию но просто поскольку прозвучало обвинение в том что мы имеем территориальные претензии к Армении хочу сказать что таких претензий у нас нет надо очень хорошо постараться или иметь очень буйную фантазию что в моих словах увидеть территориальные претензии что касается слова коридор который я использовал то точно так же я использовал это и применительно к коридору север-юг точно так же это слово используется и применительно к коридору восток-запад название коридор никоим образом не является посягательством на чью-то территорию это международный термин и я думаю люди которые знакомы с международной терминологией наверное не стали бы придавать ему то значение которое сегодня придает премьер-министр Армении как Владимир Владимирович также отметил я считаю что есть возможности для выхода на мирное соглашение тем более принимая во внимание то что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана спасибо я извиняюсь Владимир Владимирович должен подчеркнуть что все те люди которые знакомы с текстом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года они знают что в этом заявлении есть только один случай использования случай слова коридор и в этом контексте это слово имеет особое значение и это о Лачинском коридоре который я повторяю что должен быть согласно трехстороннему заявлению под контролем Российской Федерации и обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией но к сожалению незаконно в присутствии российских миротворцев Азербайджан заблагировал этот коридор с другой стороны я хочу подтвердить что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе можно сказать мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений еще хочу отмечить очень важный вопрос в этом контексте вопрос о прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха и в рамках международного механизма я надеюсь что в скорейшем в скором времени начнется нормальный конструктивный диалог между Баку и Степанакертом спасибо спасибо большое извините конечно но опять прозвучало в словах премьер-министра обвинения вы если заметили в моих словах ни во время выступления ни во время реплики никаких обвинений не было но я не могу это оставить просто без ответа я понимаю что мы уводим дискуссию несколько в другую сторону хотя думаю что многим это интересно но просто прошу разрешить просто ответить и сказать что Азербайджан никакой коридор не заблокирован что касается дороги Лачин-Ханкианди то она открыта на границе между Арменией Азербайджаном который вы признаете установлен погранично пропускной пункт в соответствии со всеми международными нормами этот погранично пропускной пункт находится в 20 метрах от поста российского миротворческого контингента и на сегодняшний день через этот погранично пропускной пункт жители Азербайджана армянской национальности которые проживают в Карабахе свободно перемещаются в сторону Армении никаких препятствий нет в том числе и пациенты которых перевозят по линии Красного Креста а также и машины скорой помощи из города Ханкианди любой непредвзятый человек естественно это должен видеть и думаю что не нужно пытаться использовать трибуну для необоснованных обвинений а что касается коридора о котором я говорил Зангизурского если внимательно послушать мое выступление в нем сказано что Азербайджан инициировал сознание Зангизурского коридора это наше право инициировать все что угодно то что мы считаем правильным легитимным разумным и то что кстати поддерживается в том числе и Российской Федерацией и другими вовлеченными в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном сторонами очень интересно спасибо Владимир Владимирович я извиняюсь очень интересно узнать что Россия поддерживает тот проект о котором вы говорили честно говоря я об этом впервые слышу я знаю что Россия поддерживает открытие всех транспортных и экономических коммуникаций в нашем регионе что касается вы сказали Латчинская дорога согласно трехстороннему нашему заявлению Латчинской дороги не существует существует Латчинский коридор который согласно трехстороннему заявлению который мы втроем подписали должен быть под контролем российских миротворческих сил то есть никто другой в этом коридоре не должен иметь никакого контроля и то что там творится это прямое нарушение трехстороннего заявления и вы сказали что коридор открыт мы это не видим мы так не считаем поэтому считаем важным чтобы была направлена там международная миссия и в Латчинский коридор и в Нагорный Карабах которая бы оценила гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и должен сказать что там к сожалению с декабря месяца там мы имеем гуманитарный кризис потому что поставки из-за закрытия Латчинского коридора поставки продовольств продуктов необходимых продуктов для этого создаются барьеры и это очень серьезная ситуация и газ электричество был закрыт со стороны Азербайджана я имею ввиду газ и электричество которые ходят в Нагорный Карабах и Владимир Владимирович вы об этом очень хорошо знаете потому что мы об этом неоднократно говорили я извиняюсь но получается так что мы Владимир Владимирович можно буквально несколько слов хорошо я видел ваши сигналы и позволю себе отреагировать коллеги высказали свою позицию сформулировали для них это важно хочу сказать вот что в завершении этой части мне кажется что терминология о которой мы с вами втроем и в всяком случае очень хорошо знаем другим словом называется юридическая техника коридор дорога прочее прочее это это важно но гораздо и здесь есть определенные противоречия но гораздо важнее то о чем вы сейчас сказали и президент Азербайджана и премьер-министр Армении что по принципиальному вопросу вопросу территориальной целостности есть договоренности тоже принципиального характера и это действительно база для того чтобы договориться по другим все-таки вопросам второстепенного характера хотя они тоже имеют существенное значение но у нас будет возможность сейчас как мы договаривались в трехстороннем формате обо всем спокойно в деловом ключе поговорить и я надеюсь достичь каких-то договоренностей которые выведут на путь такого конструктивного развития ситуацию не только между Арменией и Азербайджаном но и в регионе в целом и хочу вас заверить что все здесь собравшиеся в этом заинтересованы все абсолютно вот Александр Григорьевич сегодня об этом говорил достаточно убедительно в закрытом формате потому что все-таки ну чего говорить даже все бывшие республики Советского Союза мы жили в единой семье народов здесь к сожалению у нас много противоречий доходит и до вооруженных конфликтов и и в России то же самое происходит на известном направлении поэтому все это очень чувствительно все это связано с трагедиями человеческими мы все заинтересованы в том чтобы эти проблемы были завершены ну что касается этой ситуации повторяю еще раз у нас будет возможность поговорить в трехстороннем формате в этой связи я тоже благодарен президенту Армении что он приехал президенту Азербайджана что он приехал президенту Армении на то что он не заблокировал этот приезд что мы все собрались для того чтобы поговорить на эти чувствительные темы пожалуйста если можно я попросил на этом остановиться значит я уже сказал что хочу передать слово Михаилу Владимировичу Мясниковичу по повестке и по проектам решения пожалуйста спасибо спасибо уважаемые главы государств спасибо за ваши актуальные предложения которые комиссия будет стремиться реализовать вместе с государствами членами Евразийского экономического союза вашему вниманию подготовлены в установленном порядке для подписания три проекта протокола по дополнениям и изменениям в договоры Евразийском экономическом союзе касающиеся вопросов финансирования промкооперации совершенствования государственных закупок применения электронной цифровой подписи применения экстренных фитнесанитарных мер и других актуальных решений которые прозвучали в том числе в рамках обсуждения сегодня подготовлены также к подписанию еще 11 актуальных решений и распоряжений по другим важным направлениям интеграции вопросы расширенной части заседания рассмотрены и одобрены на заседаниях коллегии и совета комиссии межправительственного совета и если у вас не будет возражений просим принять вопросы расширенного состава и подписать соответствующее решение документы подготовлены до подписания прошу принять это предложение ну и пользуясь возможностью хочу еще раз поблагодарить президента российской федерации председателя высшего евразийского экономического совета уважаемого Владимира Владимировича Путина за высокую организацию проведения заседания высшего евразийского экономического совета и второго евразийского экономического форума и большое спасибо всем вам уважаемые главы государства спасибо Есть какие-то вопросы, Михаил Иванович? Нет? Да. Прошу приступить к подписанию. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, друзья, хочу вас поблагодарить за совместную работу. На мой взгляд, она была весьма продуктивной. В неформальной части мы смогли поговорить очень откровенно по целому широкому кругу вопросов, которые выходили даже за повестку дня сегодняшней нашей встречи. Надеюсь, что в таком же режиме мы будем работать и дальше. Хочу ещё раз поблагодарить наших коллег, которые в качестве гостей или наблюдателей принимают участие в нашей работе. Я уверен, что интерес к совместной деятельности на этом треке будет только повышаться, потому что действительно наши экономики связаны между собой достаточно плотно, исходя из инфраструктурных наших общих связей, исходя из кооперации в сфере промышленности, сельского хозяйства, исходя из взаимной заинтересованности в дальнейшем раскрытии рынков, в повышении нашей общей конкурентоспособности, связанной с передвижением товаров, услуг и капиталов. Вот сейчас я ещё говорил во вступительном слове о дальнейшей нашей совместной работе в области культуры, образования, науки. Это всё, что составляет будущее наших стран, народов. И работая вместе, мы, безусловно, решаем самую важную задачу для любой страны, для любого правительства, а именно задачу повышения благосостояния наших народов. Я уверен, что на этом пути, если мы будем действовать так же эффективно, как действовали до сих пор, даже в условиях экономической международной турбулентности, нас ждёт успех. Спасибо вам большое и всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.